МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весенняя обрезка деревьев и кустарников – ответственная и сложная процедура. Особенно для начинающих дачников. В предыдущих выпусках мы рассказывали об обрезке плодовых деревьев. Сегодня героем удачных заметок стал опытный садовод-любитель Валериан Золотарев. На протяжении 30 лет он выращивает комплексно устойчивые сорта винограда. Есть и зимостойкие. Самое время заняться ими, пока теплолюбивые мускаты спят под укрытиями. Что у нас сегодня в центре внимания? Какой виноград? Виноград Альфа-21. По-народному изобела. Изобел у нас в России около 40 видов. Этот в основном технический сорт. С этого винограда очень хорошо делать вина, компоты. Для еды он тоже пригоден, когда поспеет, но у него очень жесткие и крупные косточки. Он неприятен в этом отношении. А так он очень плодороден и неприхотлив. Растет в любом месте, на любой почве. С винограда, который посажен с целью затенения, хозяйка ежегодно снимает до 20 ящиков урожая. Изабелла не требует укрытия в зиму. Ее лоза стойко выдерживает морозы до минус 40 градусов. Ко всему прочему, этот сорт – долгожитель. Может расти и щедро плодоносить на одном месте семь десятков лет. Плоды будут только на лозе, которая выросла в прошлом году и выздорела. Вот она она. Вот на ней будут в этом году расти побеги с нее, с каждой. И на побеги будут уже грозди. Наша задача – очистить эти виноградные джунгли от старых морщинистых стволов, а также молодых невызревших лоз. Самое ценное – это двух-, трех-, четырехлетние ветви. Их можно отличить по светлой коре. Специалист заверил, что в результате грамотной обрезки от общей массы останется всего 10%. Старые стволы называются рукава. Надо выбрать те, на которых есть хорошие молодые лозы, которые выросли. Я вот один нашел, сделал, а остальное я потихоньку убираю. Весеннюю обрезку виноградарь рекомендует проводить до набухания почек. Когда земля прогреется до 8 градусов тепла, корни проснутся и начнут подавать сок. В этот период со срезанных веток ручьем потекут виноградные слезы. Конечно, он начнет плакать. То есть вот на каждый срез, он будет сок выделяться и течь. Вот, это не страшно. Там всего 2-3-5 процентов питательных веществ. Остальное там вода. Воды ему хватит и без этого. Но сейчас он плакать у нас не будет. Сейчас нет. А вот когда земля тает и он начнет сок двигать, будет плакать. И будет здорово плакать. Но некоторые берут садовый вар, замазывают. Все равно не удержишь. Толстые ветки садовод посоветовал не сжигать в куче садового мусора, а заготовить на дрова. На виноградных углях шашлык и блюдо барбекю особенно вкусны. Вот почка, вот почка, вот почка. Их видно. Вот почка 4. Это 4 побега. На каждом будет минимум по 2 грозди. Это 8 гроздей. Отсечь все лишнее, оставив только плодоносящие лозы, это еще полдела. Необходимо правильно привязать лозы к опоре. Весной, когда натянем здесь проволоки и привяжем их в горизонтальном положении. Почему? Потому что тогда каждая почка будет работать, то есть даст побег, на котором будут грозди. Если мы его привяжем вертикально, работать будут только 2 верхних почки, а нижние перестанут жить. Валериан Дмитриевич отметил, решетки и сетки, которые дачники подставляют под молодой виноград, большая ошибка. Гораздо проще ухаживать за виноградником, натянув алюминиевую или оцинкованную проволоку. Одну на полметра, вторую еще на метр, на 75 сантиметров, ну и четвертую вот у вас есть, 4 проволоки. Высокую очень не надо, до 2 метров только высотой делать шпальеров. Весенняя обрезка винограда – многоступенчатая и трудоемкая процедура. За один день мы успели расчистить густую паутину ветвей. Впереди еще уборка мусора и подвязка винограда. Снег растает, решетку уберете, лишний сушняк уберете, натянете проволоки и подвязать надо будет. Спасибо вам. Как говорится, хорошо то, что качественно. Здравствуйте, уважаемые дачники! Вот и пришла долгожданная пора после долгой зимней разлуки возвращаться на свои 6 соток, где нас наверняка уже ожидают наши старые знакомые грызуны, крысы и мыши. Отравленные приманки «Апсалон», «Штурм», «Против крыс» и «Против мышей» помогут вам справиться с ними как в помещениях, так и на открытых территориях ваших участков. Советую вам выбирать приманки правильно, в зависимости от вида беспокоящих грызунов и условий их обитания. Вот зерновые приманки я рекомендую в качестве универсальных от крыс и мышей. Если вы не знаете наверняка, какие грызуны у вас поселились. А гранулированные приманки идеальны от мышей. Мягкие брикеты, тесто брикеты специально разработаны от крыс. А твердые парафинированные брикеты для всех видов грызунов при применении во влажных и пыльных условиях, а также на открытых территориях. Хочу отметить, что после применения приманок «Апсалон», «Штурм», «Против крыс» и «Против мышей» происходит мумифицирование, так сказать, высыхание животных. Поэтому неприятный запах после обработки, как правило, отсутствует. В этом году среди многообразия средств борьбы с грызунами появилась уникальная новинка – средство «Уник». Оно представляет собой готовый к применению контейнер с двумя секциями, в одной из которых содержатся гранулы, а во второй – специальный гель. Два вида приманки нужны, чтобы учесть пищевые предпочтения любых видов грызунов, как мышей, так и крыс. Для крыс крайне необходима вода, она содержится в унике в форме геля. А мыши же практически вообще не пьют. Для них во второй секции размещены гранулы, причем гранулы парафинированные, что защищает их от влаги и плесневения. Контейнер вот этот уже готов к применению. Его достаточно разместить в любых укрытых местах, при этом сняв вот эту защитную пленку с коробочки. При применении средства «Уник» наблюдается сокращенное время наступления эффекта – до 3-7 дней. А от случайного отравления людей и животных средство защищает яркий манифестный цвет приманки и добавленный в нее специальный горький компонент, который распознается людьми, но не чувствуется грызунами. Я категорически советую вам применять средства «Уник». И проблема с грызунами будет решена быстро и эффективно. Компания-производитель будет принимать участие в выставке «Экспо-Волга» – дачный сезон с 12 по 15 апреля. Первым 50 покупателям гарантирован подарок. Просто назовите слово кодовое «Весна-2017» – и средства борьбы с грызунами будут вам гарантированно подарены. Позаботьтесь о своей безопасности и обеспечьте себе комфортную работу и отдых на ваших приусадебных участках. Василий Полевой, даешь урожай в центнерах! Оптовый центр «Зеленый остров». Проспект Кирова, 41. Что посеешь, то и пожнешь. Однако дачники знают – посеять мало. Хлопот с посадочным материалом хоть отбавляй, но от его качества зависит будущий урожай. Своими секретами выращивания саженцев делится опытная дачница Наталья. Очень важно, чтобы у растений был хороший старт, чтобы они высаживались в грунт крепкими, здоровыми, чтобы они хорошо развивались. Сейчас мало света. Субстрат, в котором они растут, не столь питателен, как земля, как почва на грядках. Поэтому обязательно их нужно подкармливать. Саженцы у Натальи чувствуют себя прекрасно. Полезные для силы роста раствора удобрений они получают вовремя. Ну, обычно рассаду удобряют через недельку после пикировки. Когда она адаптируется в почве, начнет потращивать корешочки, раскустится, выдаст пару новых листочков, и можно уже вносить удобрения. У современного дачника большой выбор. В магазинах есть любые удобрения – минеральные, гранулированные, комплексные. Какие из них и как влияют на молодые растения? Я использую водорастворимые удобрения комплексные. В состав водорастворимых удобрений фертика входит азот, фосфор, калий и комплекс микроэлементов. А вот хлор, которого так боятся многие овощные культуры, отсутствует. Уникальная формула этих удобрений – разработка специалистов из Европы. Я беру 5 литров воды, по инструкции развожу. То есть в инструкции написано – столовую ложку на 10 литров. Но поскольку мне 10 литров не нужно удобрения, у меня не так много рассады, я беру половину от этой нормы. Я беру пакетик, половину столовой ложки удобрения, вот половинка. И растворяю в 5 литрах воды. Помешаем палочкой. Получается светлый прозрачный раствор. Немножечко подождем, пока растворится. Растворилось. Удобрение готово. Можно удобрять как под корень, так и по листу. То есть обычно я чередую эти подкормки. Раз в неделю под корень вношу и раз в неделю опрыскиваю по листьям. Рассаду цветов, вот в данном случае петуни, я поливаю тем же удобрением, которое развожу для овощной рассады. Таким образом, практики подтверждают. Водорастворимые составы эффективны, просты в применении и экономичны. Удобрение фертика так же важно, как вода, воздух, солнце и земля. Фертика. Удобрение для сада и огорода круглый год. Краска леда качественно защитит ваши деревья от вредителей. Наслаждайтесь красотой сада. Краска леда в магазинах города. Мы в гостях у Станислава Петровича Бородачева. Овощевод-любитель расскажет нам о своих авторских приспособлениях для пикировки перца. Здравствуйте, Станислав Петрович. Здравствуйте, Марина. Я уже несколько лет занимаюсь выращиванием рассады для своей дачи. Использую для пикирования перца и томатов вот такое простое приспособление. Пластмассовых полосочек, вырезанные прорези для того, чтобы мог собрать вот такую вот коробочку. Потом в этот ящик беру приготовленную заранее влажную землю, которую в каждую эту ячейку закладываю. Пока я вам помогаю, прошу рассказать о том, какой грунт вы используете, готовый или делаете его сами. Я приготовлю сам. Половина объема земля, которую берем мы в лесу, верхний слой под листьями. Половина остальная добавляется в этот торф, песок и древесная зола. Все это перемешивается. Перед тем, как использовать, я это все сбрызгиваю, смачиваю, чтобы земля была влажной. Станислав Петрович, вы берете землю в лесу, как вы сказали. Как вы обеззараживаете ее? Я применяю слабый раствор марганцовки. Горячий раствор? Нет. Обычная комнатная температура. Вы эту землю зимой на мороз выносите? Да. Она у меня приготовлена с осени. Стоит в гараже металлическом. То есть там температура минусовая. Это все. Вся земля у меня промораживается. Что делаем после того, как заполнили ячейки? Беру кусочек, деревянный брусочек, и выравниваю землю в каждой ячейке. Вот таким вот способом. Металлической пластинкой мы делаем углубление в каждой ячейке. Вот таким вот образом. А корням будет удобно расти? Удобно. Потому что я сейчас ее посажу и немного рыхлю. После этого я беру ножницы и аккуратненько подрезаю нижние длинные корни. Это делается для того, чтобы корневая система теперь вниз сильно не пойдет, а начнет разветвляться. То есть большой прирост корней будет. Затем аккуратно берем и прижимаем землю пальцами. Станислав Петрович – огородник с 70-летним стажем. Родился и вырос в Волжском районе. По образованию – агроном. Но так как полжизни трудился на авторемонтном заводе, новые конструкторские идеи частенько внедрял и на своей даче. Для чего я сделал вот такую вот систему разборно-сборную? То есть, когда начинаю высаживать в грунт или в теплицу растения, я аккуратно беру вот эти вот решетки поперечные, вытаскиваю их. Вот так вот все растения стоят. Здесь у нас между растениями я их протаскиваю. Вот так. А листья не повреждаем при этом? Нет. Затем вытаскиваю долевые. И у нас здесь получаются квадратики, в которых находятся корни. Потом я этот квадрат высаживаю в лунку, присыпаем землей и поливаем. На этом вся процедура пикировки и посадки закончена. За ней следует процедура притенения на подоконники, бережного полива и рыхления по мере подсыхания почвы. Обратите внимание, ящики с рассадой у Бородачевых расположены под небольшим углом к окну для равномерного освещения. Уважаемые садоводы и огородники, приглашаем вас к активному участию в нашей программе. Если у вас есть накопленный богатый опыт, которым бы вы хотели поделиться со всеми телезрителями, звоните и пишите на электронный адрес, указанный внизу экрана. И мы приедем к вам. Итак, сегодня мы подметили. Зимостойкие сорта винограда обязательно обрезать весной. Самое ценное – 2-3-4-летние лозы. Процедура безболезненна, если проводится до набухания почек. Новое средство от грызунов в виде контейнера с двумя секциями. В одной – гранулы, во второй – специальный гель. Блюдо, приготовленное с учетом вкусовых предпочтений крыс и мышей. В пикировке рассады перца главное – удалить конец центрального корня, чтобы укрепить и развить корневую систему. Я с вами. Я рассказываю. Я помогаю делать выбор. Я дарю подарки. Я дома. Газета «Вабанг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин